Фартук на животе это частая проблема и наиболее частые случаи, когда к нам обращаются как женщины, так и мужчины. Жировая складка, жировый валик на животе это проблема не только полных, но и худых людей. Для того, чтобы разобраться, как лучше бороться с фартуком на животе, нужно понять его причины. Первая, самая распространенная причина это неправильное питание и лишний вес. Вторая причина это резкое похудение, либо игра с весом, когда мы резко худеем, резко набираем вес, опять резко худеем, кожа не успевает сокращаться, обвисает, образует такой не очень эстетичный жировой валик. Третья причина это полостные операции или кесарево сечение, когда нарушается целостность кожных покровов, нарушается целостность мышц, шрамы, швы, перетягивают кожу. Также еще одной проблемой может являться нарушение осанки. Например, так из-за гиперлордоза в поясничном отделе, из-за спазма мышц поясничного отдела, таз уходит вперед, живот выпячивается вперед и образуется животик в нижней части живота. И уже более серьезный случай, с которым сложнее бороться, но все-таки можно, это гормональные изменения, какие-то гормональные нарушения, гормональные заболевания. Зная все эти причины, мы можем комплексно подойти к проблеме обвислого животика и довольно-таки успешно с ней бороться. Первое, что стоит сделать, это обратить внимание на свое питание. Именно питание играет важную роль в образовании жировой ткани. Это не должна быть жесткая диета. Жесткая диета приведет вас к резкому похудению, либо к срыву, что ухудшит качество кожи. Следующее, на что стоит обратить внимание, это физические нагрузки. Желательно отдать предпочтение кардионагрузкам или нагрузкам с максимальным поглощением кислорода. Именно в этот момент активизируются метаболические процессы и организму нужно больше энергии, он начинает тратить жировую ткань. К кардионагрузкам мы можем отнести бег, ходьба, плавание, фитнес, танцы. Также хорошо подойдут йога или пилатес. Это физические упражнения, которые гармонизируют работу всего организма. Насыщают организм кислородом и подарят вам не только плоский живот, но и красивую осанку. Что касается гормональных изменений, здесь, конечно, нужно обращаться к доктору, специалисту-эндокринологу, который поможет урегулировать ваши гормоны, подскажет, как правильно питаться, какие препараты принимать. Если у вас нет возможности или времени заниматься спортом, можно использовать дома два простых упражнения. Каждое утро натощак делаем упражнение «Вакуум». Это очень полезное упражнение, довольно-таки простое. Во-первых, оно поможет вам пробудиться, насытит ваш организм кислородом, плюс сокращение стенок брюшных мышц, укрепит мышцы пресса, а также сделает микромассаж внутренних органов, активизирует работу диафрагмы, запустит метаболические процессы и процессы похудения в организме. И еще один очень простой способ – это валик «Фукудзе». Выполняется 5-7 минут, можно выполнять как утром, так и вечером. Подкладываем валик под поясницу, вытягиваем руки вверх вдоль головы, складываем ладошка к ладошке, точно так же вытягиваем ножки и носочек на носочек. В таком положении лежим 5-7 минут. Это упражнение поможет расслабить мышцы поясницы, выровнять осанку, подтянуть животик. Также валик можно подкладывать на самую выпуклую часть в грудном отделе, для того, чтобы раскрыть плечи и снять напряжение с мышц грудного отдела, либо подкладывать под шею. Здесь уже все индивидуально. Как делать упражнение «Вакуум»? Примите удобное устойчивое положение, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, наклоняем туловище вниз и ладонями упираемся в колени. Делаем несколько глубоких вдохов-выдохов животом и на выдохе, максимально подтягиваем живот вовнутрь, как будто бы хотите пупок пристегнуть к позвоночнику. В этом положении можете задержаться на 5-7-10 секунд и плавно выдохнуть. Это первый вариант для тех, кто никогда не делает упражнение, у кого слабые мышцы пресса, кому тяжело дышать. 3-5 подходов. И с каждым подходом стараемся увеличить время задержки дыхания. Следующий вариант этого упражнения – исходное положение тоже. Уперлись ладошками в коленки, 3-4 вдоха-выдоха. На выдохе подтянули живот максимально к позвоночнику. Задерживаем дыхание и начинаем сокращать мышцы живота, как будто бы подбивая или сжимая мячик, воздушный шарик внутри живота. 10-15 сокращений. Можно делать выдох и расслабиться. Упражнение повторяем 3-4 раза. С каждым последующим днём пытаемся увеличить количество сокращений. Большую роль в борьбе со складкой на животе играет массаж, поскольку складка на животе – это проблема не только жировой ткани и не только мышечной ткани, но и проблема кожи. Массаж поможет быстрее избавиться от жировой складки, улучшит кровообращение, улучшит лимфодренаж, массаж выведет лишнюю жидкость, простимулирует кожу, будет способствовать быстрейшему её сокращению. Массаж вы можете делать как в домашних условиях, проминать животик щипцеобразными движениями, прощупывать либо растирать любимым скрабом. Но лучше всего, конечно, доверить процедурой профессионалам. В салоне красоты вам помогут подобрать наиболее подходящие процедуры для вас. Это могут быть и ультразвуковая кавитация, и прессотерапия, и вакуумно-роликовый массаж. Это те процедуры, которые ускоряют процессы и помогут вам выглядеть более стройной и изящной. Продолжение следует...